Это уже когда близко с сердцем. Для этого вы должны выпрыгивать. Но это лучше. Или сердце понизь. Ну, типа того. Тогда вы можете все плечо вложить сверху вниз. Нападающий удар вертикальный. Для этого, соответственно, у каждого своя точка съемки. Например, если у меня точка съемки вот здесь, на верхней тросу, там, какое движение я должен делать. И где у меня должен быть мяч. Если на мяч чуть-чуть уйдет вперед, я буду делать движение уже. У меня мяч рядом со мной здесь. И я делаю движение. Это единственное, что я могу сделать. Соответственно, чем выше у вас точка съемки, чем больше разница у вас между верхней тросу и точкой съемок, тем дальше от себя вы можете позволить себе обрабатывать мяч на нападающий удар, чтобы воздействовать на верхнюю часть этого мяча. Но если у меня точка съемок ниже троса, то мне бессмысленно воздействовать на верхнюю часть мяча, потому что на все мячы у этого мяча. То есть важна разница между точкой съемок и верхним тросом. Опять же, если вы играете на женской сетке, будет другая разница. Поэтому для этого это важно. Значит, когда вы делаете наклят, постарайтесь, чтобы у вас мяч был ближе к плечевому суставу. Когда вы делаете нападающий удар силовой, постарайтесь наоборот, чтобы как можно дальше, потому что вы можете складывать вот это движение в мяч, и опускать его вниз. На сильном нападающем ударе важно, какой мяч по мячу били сверху вниз. Потому что вот здесь очень сложно нападать сверху вниз. А вот восьминец. Идать. 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 Ответ понятен? Соответственно, физика вращает очень много недостатков техники. Качаете вот такой вот прыжок, все, любое нападающее действие приводит к набору очка. Просто нужно прыгать по поясу, наверное, подсеркнуть. С точки. Но, так лучше как-то. Так, теперь мы делаем нападение под сепку кусок. То же самое. Привет, так вот. Мы делаем погруз. Смотрим наверх. Видим ромбик. Но мяч мы отрабатываем чуть-чуть дальше от себя. Опять, повторяйте, себя не переводите. Поехали.